Денис приветствую тебя на нашем очередном совместном эфире разборе хороших перспективных торговых возможностей с точки зрения техники фундамента сегодня с позиции фундамента я предлагаю рассмотреть динамику евро и фунта потому что если сейчас взглянуть на экономический календарь очень много отчетов прямо совсем на носу они я думаю что мы сможем опубликовать запись еще до того как выйдет статистика поэтому все те кто захочет сегодня поторговать евро и фунтом смогут опять же открыть необходимые позиции и сделки друзья тем кто еще следит за фундаментом и ждет какие-то потенциальные возможности триггеры источники для движения сегодня еще вечером выступление джерома паула весь день что-то вещь всю неделю точнее вещает насыщенный мужика график что что сказать действительно но посмотрим скажет ли он что-нибудь новенького потому что касательно процентных ставок он очень много говорил на прошлой неделе на этой их ничего интересного вот дважды выступал и перед конгрессом мы просто в конференции ничего не убить но не будем загадывать возможно сегодня что-то изменится давай тогда демонстрация экрана и подведем итоги прошлых идей посмотрим что интересно сейчас момент так в прошлый раз я рекомендовал дождаться коррекции по рынку золото потому что этот актив как инструмент для долгосрочного инвестирования то есть очень перспективный на мой взгляд а сейчас а котировки принципе там же где мы и наблюдали раньше 1737 я рекомендую все-таки держать короткие позиции до отметки 1712 1700 как также отмечалось поскольку сейчас мы видим активное снижение я думаю что прежде чем рынок вернется к тем самым проблемам которые способствовали росту рынка раньше это и отношение китая и сша да и в целом оценка последствий пандемии таки будет еще одна коррекция и будут возможности купить более привлекать привлекательное значение соответственно по золото в качестве долгосрочных целевых ориентиров вам можно ориентироваться после уже теста 1712 или 1700 планки 1750 я на своих брифингах частенько комментирую ситуацию по золото вот раньше мы хорошо прокатились с уровня 1700 до 1750 и сейчас как раз ждем повторную точку входа рынок очень интересный золото активно ходит даже сегодняшняя азиатская и часть европейской сессии позволяет нам говорить о том что наверное золото один из самых динамичных активов и именно этим активом с статусом но останется до конца недели что касается 2 оппозиции то я вместе с тобой разбирал ситуацию по австралийцу и рекомендовал короткие позиции соответственно по текущим значениям по австралийцу 0 65 60 короткие позиции нужно держать цели прежние 0 64 даже пониже опять же сегодня я с еще большим энтузиазмом комментирую ситуацию по австралийцу потому что последнее выступление филиппа лоу который возглавляет резервный банк австралии нам четко позволяет уже закладываться под короткую позицию еще из позиции того что резервный банк австралии будет продолжать смещать монетарную политику это будет скорее всего расширение программы количественного смягчения не знаю правда сроки когда это решение будет принято но думаю что уже через несколько недель и также комментировал обстановку в плане отношений австралии и китая мы говорили про антидемпинговые пошлины которые были приняты в отношении поставок определенных сельхоз продуктов из австралии сейчас честно говоря есть риск того что это жесткая рестрикция она распространится еще и на поставки угля железной руды в принципе это то что их формирует австралийскую экономику плане экспорта то есть тема отношений непростых с китаем она сохранится если мы еще вспомним про перспективы экономического спада на второй квартал по австралии поэтому четко можно будет уже прогнозировать глубокую рецессию и опять же продолжать транслировать идею того что снижение австралийца продолжится и может быть под конец второго квартала снижение австралийца и в целом эта идея станет самой перспективной мы хорошо вот отбились от уровня мы его даже тестировали неплохо задались повыше но вот от верхней границы восходящего канала отбились сейчас снижаемся очень хочется верить то что эта тенденция сохранится и дальше и что касается сегодняшних торговых идей как уже было отмечено мы их свяжем с актуальным новостным фоном в частности с теми отчетами которые грядут в целом по неделе очень много было статистики по англии уже это и рынок труда и данные по инфляции сегодня активность производственном секторе а сфере услуг традиционно я рекомендую следить за а сферу услуг потому что 80 процентов экономического роста чем хуже сегодня выйдут данные тем больше шансов продавить фунт ниже не только потому что плохой отчет потому что чем хуже будет статистика тем больше шансов дождаться уже через три недели на заседании банк англии расширение программы количества смущений и повторного снижения процентных ставок в данном случае для отрицательного уровня и вчера руководитель банк англии собственно эндрю бейли также комментирует ситуацию с инфляцией дал четкий сигнал того что банк англии прямо сейчас анализирует разбирает и рассматривает историю практику применения низких процентных ставок только потому что хочет разделить такой же такое же решение с регуляторами банка японии еврозоны тоже понизить ставку до отрицательных значений я считаю что целью для фунта на ближайшие недели но уверен то что ходе последующих дрифингов мы с тобой детально еще ближе к делу прокомментируем ситуацию но пока что я советую держать сел до уровня 1 20 50 и тех кто не открывал короткие короткие позиции ранее можно действовать сейчас и еще одна идея по евро доллару статистика даже по еврозоне будет пораньше буквально через 18 минут в 10 30 и в 11 это данные по производственной активности ожидаются плохие цифры прогнозируемой других сейчас не может быть потому что еврозона уже не раз помечалось является регионом находящимся на передовой вообще уязвимости последствий негативной пандемии по статистике такой же сценарий анализа как и ситуация со стат данными из англии чем хуже выходит статистика данной тем выше шансы на дополнительное стимулирование со стороны европейского центрального банка поэтому вот небольшая ремарка в отличие от фунта я предлагаю по евро действовать не сразу прям с текущих значений то есть продавать дождаться все-таки восходящей коррекции и отбоя от уровня 1 10 то есть можно поставить лимит например на отметке 1 10 1 10 10 оттуда уже продавать и ждать все возвращение к нижней границе восходящего канала это отметки 1 0 8 или чуть пониже и не тогда передаю слово тебе написано организатор отключил демонстрацию экрана участников товарищ давай посмотрим эти мне опцию слушай ну настройках у меня такого даже нету такой вот нюанс пытаюсь написано что ты отключил так а вот так а теперь порядок отлично меня видно правильно да уже так супер сверну о замечательно и так значит касательно наших идей вот по золоту по золоту у меня сегодня был ну такой не самый приятный момент на но тем не менее золото у меня с начала недели еще в понедельник было покупки а 1735 вот был уровень как я его купил чудом буквально до стопа там чуть-чуть буквально не достало сколько там 5 пунктов у меня до стопа здесь не дотянуло и в принципе он неплохо отрос ну как относительно неплохо 150 пунктов у меня не покидала мысль о том что планируется добой вот самого такого крупно ключевого диапазона накопления поэтому вчера как раз вечером в районе это где-то было часов 10 вечера по москве я закрыл здесь на 1750 30 процентов сделки и сегодня вот к сожалению уже по безубытку меня как раз на 1735 и выбило посмотрим конечно как будет дальше складываться здесь ситуация но я больше столь несколько вариантов опять-таки основываясь на том что и контрактный депо и также вот не совсем месячный контакт депо под минимума который построен то есть все комплексное накопление одно находится у нас вот здесь на уровне 1000 1714 по данным котировкам и плюс сезон к покупателю у нас есть очень неплохая поэтому если цена спустится вот в этот диапазон я лично отсюда с большим удовольствием буду искать покупки как раз на пире хай то есть движение в район тысячи 1765 текущих пока что но нормального сигнала честно я не вижу и на часовом тайме тоже смотрел то есть здесь не объемов по большому счету ничего наибольший объем сегодня был только вот он в проталкивающей свечки вниз и по большому счету то есть с учетом того что накопление за весь вчерашний день у нас происходило вот здесь как раз вверху то я думаю что могут все таки подтолкнуть сильнее вниз поэтому золото там маленький кусочек свои 30 процентов от сделки 150 пунктов взял хватит пока не буду его трогать но учтите вот эти вот цены 1700 1710 вот в этом диапазоне как раз может решаться дальнейшая судьба если цена сюда дойдет теперь то что касается непосредственно евро и фунта здесь нет что показать дело в том что по евро вчера была очень-очень аккуратная такая сделана на часовом графике кульминация вот сейчас раз переключу таки будут видно как на зло переключение совпало с обновлением данных поэтому не люблю частое обновление о и так значит что у нас было и есть по евро во первых залепили точными объемами верхушку очень сильно то есть это уже признак того что здесь начинались уже манипуляции с точки зрения продаж цена подошла к маржинальной контрольной зоне цена подошла к стратегическому диапазону сопротивления также подошла вот красным цветом показано это недельные страйки чуть ниже вот коричневым цветом это месячные страйки поэтому диапазон сопротивления достаточно серьезно когда я видел дополнительное вливание объема то здесь у меня как раз появились мысли о том что могут реально попытаться сделать здесь кульминационное движение поэтому с учетом данного расклада будет или не будет перехай я утверждать никак не могу это рынок здесь возможно абсолютно все но продажи пока что буду удерживать если цена еще чуть ниже так пройдет я просто без убыток переведу и все потому что у меня в принципе риск 10 пунктов по большому счету мне абсолютно все равно даже что там будет дальше но стратегически я все равно вижу на продолжение движения вверх но после коррекции то есть добивают вниз до важной зоны поддержки то есть вот диапазон 1.08 1.08 50 и отсюда уже снова вверх на перехай поэтому меня лично стратегически вот такой вариант по-другому может быть коррекцию сделают меньше но опять-таки сложно утверждать а с учетом того что очень часто появляется какая штука тестируют маржинальную зону потом делают ей ложный пробой возврат с перекрытием прошлого сегмента новый виток коррекции и потом добиваются такая схема она буквально сплошь и рядом практически всегда появляется очень часто поэтому я лично за продажи буквально вот экстремумов ночных скажем так что касается фунта по фунту продажи не помню в прошлый раз озвучивал его или нет здесь было у меня две зонки первая зонка была такая наиболее слабая я ну редко на них ориентируюсь вторая зона намного сильнее было и вот диапазон 1.22 84 1.23 40 для меня являлся и является основополагающим с точки зрения сопротивления именно отсюда я продавал причем сделал это прям по рынку 2290 когда вечером уже сидел отдыхал смотрел фильмы просто взял телефон фунт подошел к зоне быстренько подбежал компу глянул ситуацию буквально за секунду сразу открыл сделку поставил стоп за зону то есть там в районе 2340 на тот момент это было 50 пунктов и все собственно дальше в район 2090 там 121 буду сопровождать немного не мало но для меня это порядка 200 пунктов и я считаю можно в принципе неплохо с этого вырвать так что если все это дело подытожить то давайте глянем тоже распределение опять-таки распределение депока у нас если вот мануально его взять то получается тоже попадает в эту зону контрактный выше текущий по актуальному накоплению вот он где находится плюс 1 2 маржинальная зонка сопротивлением более ярким цветом выделено и собственно я не вижу причин по которым фунт не спустился вниз уже контрольной зоне сейчас поэтому я считаю что движение вниз по фунту как собственно основной тренд у нас является приоритетным добьют минимумы в районе приблизительно один двадцать там один двадцать с половиной и там уже буду рассматривать возможность может быть где-то здесь будет переворот еще буду этот момент уточняет ну а так пока собственно удерживаю шорты как по фунту так и по евро ну а дальше будет смотреть если вдруг какая-то обратная появится резкая кульминация или где-нибудь по евро появится какой-то крупный объем на даже младших таймах и при этом реакция вверх охотку вот тогда просто быстро кидаем без убыток и все а дальше будь что будет уже не так важно то же самое здесь уже без убытки и в любом случае там частично буду дальше фиксироваться пока еще для этого условий нету пускай себе спокойно движется а потом уже в районе один двадцать один девятнадцать половина здесь буду рассматривать возможность уже хорошего такого входа на вот такие у меня мысли по евро и пункту денис спасибо тебе большое за комментарии ну что давай тогда следить за тем как рынки покажут себя сегодня статистики опять же повторюсь много возможно мы станем еще ближе к нашим цели разбирать конкретно что произошло будем в ходе следующего выпуска это стоящий корник до соответственно как и всегда будет о чем поговорить тебе хорошего закрытия результативного недели традиционно хороших выходных благодарю тебе отлично отдохнуть пока пока